Центральная площадь Суджи В самой России обстановку в Курской области комментируют сдержанно, а власти называют происходящее лишь чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить? Тем временем в Курской и частично Белгородской областях продолжается масштабная эвакуация. Из Курской области уже вывезли 121 тысячу человек. И больше 11 тысяч жителей выехали из соседнего Краснояружского района Белгородской области. Снаряды падали недалеко. Машина, метро три, дом. И шесть штук этих выкинули. Так они стояли в коридоре вот так вот. И Бога просили. Боже мой, хоть бы в ход не попали. Вот там дети спят. В то же время Минобороны России заявляет о наращивании группировки войск в Курской области. Туда идет дополнительная техника, что в конечном итоге, по словам экспертов, может повлиять на сложившуюся ситуацию. One risk, of course, is that we've already seen that Russia has much more military personnel than Ukraine. And while Ukraine has managed to kind of stretch Russian military forces thinner, it also has to stretch its own forces much thinner. And Russia, presumably, is going to try and hit back quite hard, because this obviously making them look quite bad. And it's something that Putin won't want to see repeated. So this could lead to quite significant losses for the Ukrainian military, which are much harder for Ukraine to absorb than for Russia, which doesn't necessarily have the same personnel challenge. Вместе с тем, как отмечает большинство экспертов, это наступление подняло моральный дух украинских солдат. И у них появилось реальное ощущение, что Украина сможет выиграть войну.